Ну что, конец сентября. Как говорится, есть время собирать навоз, есть время его разбрасывать. Мы вот с Никой вышли на проверку наших угодий. Дикуша, куда ты поперла? О, нравится речка. Вот это у нас на картофельном поле сидираты взошли. Еще так картошка всходила, как сидираты. Мы уже давно в коммунистическом обществе жили. Вот они, сидиратики родные. Так, тут вот перекопали. Сейчас придется всем пальцем показывать. Перекопали мы вот это вот дело уже с сидиратами. Под чеснок. Будем чеснок закладывать. Мотоблоком. Навозик забросили, все. А вот странная форма, это такая вот закругленная, обычная грядка. Потому что так удобнее пахать. Пашешь, на повороте запахиваешь. Не надо. Это как пахать и не запахивать. Нашим отличным мотоблоком. Ну что, Никуша? Пойдем еще что-нибудь посмотрим. Вот тут вот тоже распахали. Да? Главный агроном. Распахали и подсыпали говнеца. Кстати, достать его в деревне, это такой процесс интересный. Просто так его не наберешь. Потому что если попадешься где-то на поле, где его валом или с торфом, какие-нибудь представители каких-нибудь ресурсных органов поймают и будут тебя... Ты просто говно крадешь. А так оно будет там валяться сколько угодно. Никому не нужно. Поэтому... А выписать негде. Вот самое смешное. Я ходил и спрашивал. Говорю, где ребята у вас говно выписать? Никто не знает. И сколько это стоит? То есть, такие вот странные какие-то. Вот. Так что тут вот мы все тоже. Вот я когда вижу в рядочке такие, обитые деревяшками, мне всегда интересно. А как вы будете перепахивать? Лопатой вручную? Да, не-ка. Лопатой они копать будут. Ну, копайте, если есть энтузиазизм такой. У нас вот тут квадратно, вернее овально-гнездовой метод присутствует на поле. То есть, во-первых, все в оборот. Меняем местами культуры, которые подходят. Поле-то у нас вон, хватает. Только трудись, не жалей. Это все наше. Посчитали мы этих 17 или 20 суток только того, что у нас имеется по паспорту. Так тут, блин, трудись, трудись. Вот. Поэтому вот и грядочки у нас вот такие, закругленные. Потому что я когда запахиваю мотоблоком, мне так проще ходить за ним. А не выворачивать его, переворачивать зачем-то. Вот, поэтому они такие нормальной, естественной, природной, овальной формы. То есть, продолговатые. Но с этой стороны. А не закругленные. Чтобы мне было удобнее поворачивать мотоблок. Без напряга. Ленивые. Ну что сделаешь? Ну вот это остатки. Остатки наши. Тут еще тоже. Вот. Очистили меньше парничок. Вот тут мы прикупили до по договоренности. Какашек. С торфиком. Наверное. Будем. Ну тут у нас мотоблок не вылазит. Поэтому фиговенько. А может и запихаю. Посмотрим. Вот тут вот тоже хорошее у нас поле. Сидератики тут еще не взошли поздно. Забросали. Поэтому будем ждать. Потом перепашиваем. В кухонь не ходи. Потом будешь таскать в хату. Ну вот основной парничок. Легко и быстро. Минут 7-8 наверное. Все запахнет на следующий год. Потом сольем водичкой. Ну и тут вот виновник торжества. Так сказать основная. Вот у нас механическая китайская лопата. такая. Я уже дедократно показывал. Но я его честно говоря люблю. И жена его очень любит. Когда он ходит по огороду. Понимаете. Такой вот у нас симпатия. Который рассказывает про то что китайская ненадежная. Могу сказать что. Ну не знаю насколько она там надежная. Но. Конечно жизнь она упрощает. Но напомню еще раз. Основное. Это пониженная скорость. Не любит. Дико не любит. Ни тачку. Ни мотоблок. Ни тем более газонокосил. Призывает его к порядку. Никух. Он не поедет. Не любит она конкурентов. Любить должны только ее. Да? Никух. Ха-ха-ха. Вот такой агрегат. Очень хороший. Ну правда надо и любить его. Ну вот походу наступило. Бабье лето. Мне правда нравится больше мужская весна. Но ничего. Окучиваем. Даже некуда на рыбалку выбраться. Да тем более в этом году как-то с рыбалкой не очень. Ну вот так вот пашем. Тут у нас прошлогодний запас дров остался. Хорошо, что в прошлом году заказали. В этом году с дровами, чувствую, будет транзит. А тут буду доставать апеллит. Он лежит на... Короче говоря, сухие они уже подсохли. Да, и вот еще, можно сказать, лайфхак. Лайфхакище. Такой. Применили мы вместо шлангов китайских, которые вечно перегибаются, портят нервы. Иногда срываются. Применили вот такую вот трубу. Такая вот труба ПВХ. Двадцатка, по-моему. Отлично себя показала вместо шланга. И скручивается она и в сарай тоже замечательно помещается. Не перегибается, не портит нервы. Ставишь вот таких пару отводов, где тебе надо, прикинул по участку. Можно всегда подсоединиться гибким шлангом. Все, поеду на рыбалку.